Хотелось бы коротко рассказать о своей ситуации. Мы с мужем прожили 13 лет вместе, у нас двое детей. В 2015 году он не изменил, мы официально развелись, жил где-то 4 месяца с другой, при этом то и дело возвращался. В итоге он вернулся и спустя год мы снова официально поженились, и у нас родился второй ребенок. И так мы прожили еще 4 года, пока он опять не нашел другую, изменил мне и опять ушел к другой. Ту женщину выгнал муж, она тоже была в браке, вот уже 4 месяца он с ней живет. При этом опять приходит и говорит, что пожалел, но только теперь я его не зову, а отправляю туда, к ней. Мы пока еще в браке, не развелись официально. Я думаю, конечно, о том, что нужно официально развестись, но как-то не уверена, может в мыслях еще не отпустила, иногда скучаю по нему, но как только начинаю его забывать, он напоминает о себе, то к детям придет, то ко мне начнет приставать. Недавно с машиной помог, у меня машина сломалась. Еще у нас квартира с ним вместе в ипотеку. Думаю, что нужно развестись и поставить точку, и найти другого для себя человека. Посоветуйте. В любом случае, это родственник. Он теперь никуда не денется из жизни, он отец ее детей. Необходимо вывести отношения из спальни в коридорные, это факт. Все, если мужчина встал на путь, как говорится, поиска новой женщины, значит, его что-то... Все, это его выбор, он таким путем пошел. И вот проблема женщин, когда мы принимаем сразу мужчину, вот он еще из чужой постели не успел вылезти, но сейчас, говорит, не принимает, но в тот раз она это сделала. И ему это ничего не стоило. Ну, ушел, ушел. Не заплатил сам. Пожил 4 месяца с одной женщиной. А, короче, достало. Все то же самое. Пойду к жене. Посидел 4 года с женой. Да кого достало, пойду еще попробую, знаешь. И вот... А женщина, проблема женщины в том, что она это все, ну, как бы, она разрешила это. Так можно. Скучаю, там, люблю. Это уже другой момент. Но если он понимает, что так можно, Ну, так он так и будет. То есть, оградить себя на какое-то время от него, ну, это действительно помогает. А вот опять позволять ему навязывать какие-то обещания пустые, этого нельзя делать. Потому что теперь, ну, знаешь, как принесите достойный плод покоения. Нужно время. Чтобы показать, что человек... Что человек реально, он живет все один, там, знаешь, нигде-то не таскается, я не знаю, меняет свою жизнь. А так он, получается, с одной постели в другую. У него в голове даже не срабатывает. Для него это все вообще офигенно, прикинь. Вообще круто. Погулял, пожил, там, вернулся, опять вроде семейный, нормальный мужик. А ты, жена, давай, прощай, люби, делай все, чтобы я опять не сбежала. Чушь какая-то. Вот так и живем.